приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут анжелика в этом видео хочу сделать обзор на наборчик нова слобода рассказать о своих впечатлениях я уже отшила одну набор один наборчик одну работу я закончила она вот титульный лист перед вами хотелось рассказать о своих впечатлениях у меня их два набора и сделать небольшой такой обзор второго набора вот этот наборчик я отшила покажу вам его в конце видео вот на этот набор венеция здесь размер 35 на 35 я бы хотела сделать обзор как он выглядит и если кто пожелает вышивать такой набор и уже рассказать свои впечатления отшив уже один ну посмотрев ткань потрогав ее и поработав с самим материалом хочу свои рассказать размышления по по этому поводу потому что наборы 1 слободы я отшивала складень там у меня были совсем другие впечатления и эмоции ну и начнем с обзора этого наборчика картинка мне очень понравилась эта серия зазеркалия получается что все такие домики искажены немножечко скривлены поэтому здесь такое изображение немножечко имеет неровности да у домов мне это понравилось у меня мысль была оформить в эту картину да эту работу сумку это мысль меня пока не отпускает ну начнем с обзорчика идет набор в таком комплекте полиэтиленчики я сейчас его сниму и так набор для вышивания бисером новослобода картинка очень красивая открываем набор здесь идет у нас инструкция для тех кто будет впервые вышивать я рекомендую ее прочесть здесь описано полностью все как пришивать бисер сам и если присутствуют камни входит сама отпечатанная схема написано полностью все что написано на титульном листе и артикул у картины и по левую сторону здесь идут номера но это не номера прециоза здесь входит совершенно другой бисер просто значки по номеру который входит в комплект что мне понравилось в этих наборах это отпечатанный качественный рисунок очень отличное качество печати самих значков значки видны видны конкретно проколы да в какую сторону нужно вести иголку для того чтобы была та линия который производителя задумал в этом в этой картине больше всего конечно мне понравился вот этот вот стол стол на котором лежит маска бокал вина да то есть такое немного отдыхающие располагающее настроение и прогулки по италии то есть здесь мне понравился очень рисунок я уже говорила что я планирую выполнить из этого набора если я отошью сумку для путешествий и дальше у нас здесь внизу еще идут вот такие вот полосочки которые анти ориентировочно можно понимать какие вот здесь вот идут значки я вышивала свою первую работу на станке и когда я уже скрутила работу все вверх у меня вот здесь вот мне эта полосочка иногда пригодилась я уже ориентировочно смотрела по этим значкам ткани здесь она проклеена флизелином видно да вот этот тонкий тонкий флизелин которые обычно приклеивают для вышивок и ткани она здесь не атлас а такой мне даже не знаю как это даже не гобелен но плотное качество на первой работе был атлас здесь совершенно немножко другой я конечно пожалела когда открыл этот набор что он не блестит но здесь в этом тоже есть своя прелесть и так в наборе этом другая ткань совершенно чем в том я обязательно покажу входит вот такой листочек на котором написанное по нумерации сколько пакетика входит по нумерации какой бисер эту нумерацию нужно находить на пакетиках буковки тоже это обозначает потому что бывает что бисера схож немножечко но буквы разные вот так вот комплектуются полностью ниточки я в ткани иглу не нашла но по моему игла входит вот сейчас не буду вводить вас заблуждение 4 здесь моточка нитки но я сшила ту работу частично этими нитками потом я переключилась на титан эти нитки мне очень нравится поэтому я решила немножко их оставить про запасик отдельно скажу про нитки нитка позволяет бисе бисеринки оставаться на месте то есть она не выскакивает когда мы иголкой протягиваем через ткань как мы протянули закрепили и бисеринка так и остается она не отходит и ткани вот плюс вы самой этой ниточки в этом поэтому я отшивала иконы для икон эти нитки очень хороши и нова слобода в иконах где с одной стороны она вкладывает вот один такой там хватает но когда у меня был складень и там были с двух сторон вот отшитые иконы там мне не хватило поэтому здесь я свою работу ту первую который я не отшивала полностью этими нитками и по поводу ниток не могу сказать хватит или нет вот отшивать в одну нить я думаю будет достаточно но я отшивала титан чтобы оставить эти нитки для каких-либо других целей где я буду вышивать бисером потому что нитка очень хорошая она мне понравилась пакетики вот такие шершащие очень 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 поэтому они шумят на каждом пакетике вот они так прикреплены но это не говорит о том что это первый номер второй третий то есть здесь нужно на пакетике найти нумерацию вот сбоку здесь отпечатаны впаяны так циферки да и по этим циферкам я на пакетах что я делала я на пакетах приклеивала такие маленькие бумажки и писала номер и сколько количество пакетов например этого цвета видите здесь его например два этого допустим три этого один пакетик понятно уже вот допустим большое количество пакетов вот здесь будет один номер здесь более блестящий будет другой вот я писал например это седьмой номер два пакета вот такая планшетка прикреплены вот степлером полностью все пакеты упаковку нас номер 8 и полностью весь комплект входит как такой некой папочки вот так ткань инструкция и на обратной стороне новослобода теперь к самому насущному то что меня волнует теперь я переживала по этому поводу вот здесь написано что входит в набор набор входит бисер славянская здесь я поставлю три восклицательных знака потому что если бы производитель написал что это бисер китай я бы такой набор не покупала хотя мне очень понравился рисунок я когда смотрела полностью там есть разные города этот рисунок мне больше всего привлек мне больше по душе здесь цветы и плитка тротуарная посмотрите очень видно что аккуратно и чистенько и показаны все нюансы которые есть в италии на то есть прогулки по воде здесь все абсолютно мне это очень понравилось и сразу располагает так эта картина к отдыху и расслаблению но я смотрела отзывы у девочек по этим набором кто-то в видео неоднозначно сказал сказали что это чешский бисер но более низкого качества кто-то сказал что китай но неоднозначно и не точно поэтому я на свой страх и риск купила два набора набора не по тысячу там с копейками стоят поэтому здесь видите написано что а да вот угла но я ее не нашла надо будет просто посмотреть хорошо в ткани может быть она там прикреплена если бы написали что китай то я бы конечно обратила на это внимание когда я вышивала свой набор вот так вот наборчик идет я буду сейчас всего натягивать на станок как я и выполняла свою работу которую я вам уже показывала я ее закончила я хотела снять отдельно видео о том что я закончила набор но сразу хотела показать что входит набор и рассказать все свои впечатления эти слоники мне понравились и мне понравился что здесь идет размер 30 на 30 как раз поменьше я планировала думаю я попробую сделаю пробную сумку посмотрю как у меня получится потому что тот размер он немножечко больше но в итоге сама ткани по размеру она не ровно 30 на 30 я не знаю как производитель это просчитывал но так как я уже сказала что эти наборы я планировала взять как пробные аналогично также все входит в набор как я и показала в первом это вот осталась у меня инструкция инструкция не пользовался том что я уже бисером работала до этого вот это остатки того что у меня осталось бисера достаточно вложена несмотря на то что я вышивала первое время без ковриков липких которые я приобрела впоследствии они мне очень выручают у меня бисер летал по всей квартире там где я сижу возле моего рабочего места несмотря на то что вот были такие потери на пол да я бисера достаточно его конечно сметала и оставляла его отдельно на бумажке потому что думала вдруг мне не хватит вот ну так думаю потом расковыряю посмотрю там из этих остатков вот но бисера вложена очень хорошо много его осталось а теперь вопрос потому о качестве бисера покажу свою работу вот моя законченная работа вот она выглядит вот так сейчас я измерю производитель нам заявляет что 30 на 30 все аналогично здесь просто ткань идет атлас она блестит потому что называется картина изобилия вот у нас видите 29 если рог быть точными 29 с половиной и аналогично также вверх поэтому для меня это даже лучше потому что чем меньше размер тем для сумки это будет лучше потому что чем больше будет размер картины тем будет меньше ткани а это уже будет немножко не то и так же я думаю что и высоту потому что для меня этот размер как я уже до здесь тоже 29 с половинкой этот благоприятнее для меня этот размер работа выглядит сама красиво я видела отшиву одной девочки отшивала я на станке поэтому у меня никаких нет стягиваний ткани я еще не гладила буквально вчера сняла со станка и видите нет никаких вот стягиваний в этих местах то девочка вышивала на руках я на руках как бы не очень то не то что не люблю если работа очень маленькая я могу это выполнить на руках но для того чтобы в полотне в сумке это смотрелось красиво не должно быть никаких стягиваний потому что когда ты вышиваешь на руках все равно нитка где-то ты затянул сильнее где-то меньше для того чтобы оформить картину и повесить на стенку в багетной мастерской они применяют натяжку ткани и эти стягивания незаметны но так как я планировала это это оформить сумку мне не нужно было то есть я там никак не могу натянуть чтобы не было нитихся поэтому во избежание этого я вышивала на станке мне изначально когда смотрела и отшив у девочки понравилось то что ткань блестит и она создает такой глянец и лоск мне это очень понравилось и мне понравилась сама картина сам сюжет здесь идет такой рок изобилия как и называется сама картина здесь все 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 что есть такие две аптечки я так понимаю что это калибре очень похоже на калибре растительность такая красивая мне понравились у слоника вот эти вот шапочки которые идут с кисточками очень красивый сюжет и попоны которые на слониках тоже замечательные тоже очень хорошо и красиво и дорого выглядят вот они стоят на таких вот красивых цветочках значки были доступны и немножечко конечно производитель запутывает рукодельниц в том плане что здесь есть например салатовая внутри оранжевая есть чуть-чуть разница вот допустим салатовая но фиолетовая но в процессе вначале немножечко возникло никакая такая путаница в некоторых местах я немножко там по кусочку переделывал это не страшно но уже к концу ты все знаки а наизусть все знаешь и здесь я допустим отшил одного слоника потом я уже даже не ориентировалась по значкам я смотрела как на этом сразу вышивала другом теперь хочу становиться более подробно на бисере бисер все-таки я загуглила посмотрела нова слобода используют здесь все-таки как я предполагаю им я думаю что мои предположения верны это китайский бисер потому что чешский бисер он и пишется бисер чехия прициоза и там больше не может быть никаких отклонений у чехов есть бисер но он ниже качества но он выглядит практически такой же как и чешский одно единственное что он может быть не много он не может быть кривым он весь ровный он может быть просто чуть чуть тоньше но но сколько я вышивала чешским бисером у бисера чешского нет брака когда идет брак от тонкой полоски в бисеринку накалываешь на иголку и там идет вот такая тонкая полоска и потом толстая это может быть только у китайцев ну это по моему опыту я говорю и еще сразу тактильно скажу что отличается потому что параллельно с этой вышивкой я вышивала икону которая вышивалась бисером прициоза там ты когда вышиваешь ты бисеринку берешь ты там чувствуешь что там плотность самая бисеринка более толстенькая все бисеринки входили в иголку однозначно без никаких сотруднений вот и там бисер ты когда его трогаешь ты как будто трогаешь стекло здесь ощущение в некоторых моментах вот такое ощущение будто это как пластик но это только мои тактильные ощущения я не знаю кто как вышивал какие у них впечатления возможно может быть для сумки это хорошо все равно часть это немножечко увесистая если было бы по тяжести немножко плотнее да может быть для сумки это плохо если была бы полностью зашивка эта вещь была бы тяжелая она бы оттягивала вот что еще хочу сказать по поводу бисера у меня вот это вот момент очень как бы не тревожит а я бы допустим если писать производитель я читал очень много отзывов что много брака не хватает девочки пишет производителю там допустим производитель не откликается мне нечет некогда заниматься этими делами но если производитель например смотрит отзывы если он интересуется своей продукцией вот те складины и те работы которые я вышивала там был японский бисер и бисер прециоза претензий вообще нет одно единственное там они немножко мухлюют и камни не стеклянные даже а просто пластиковые камни вставляют и это китай потому что это я уже узнала я потом покажу вам работу свою законченную и там остановлюсь поподробнее расскажу по поводу камней и также здесь это пластик даже не стекло то есть здесь если стирать эту работу то я думаю что низ вот этого вот этих камней облиняет вот даже если работа сама по себе набор дешевый я уже у меня такие размышления и мне понравился очень сюжет если не хотят они продавать допустим набор очень дорогие человек не может купить продавайте саму схему сам допустим допустим отпечатанный рисунок отдельно я бы купила отдельно набрала бы бисер чешский тот который я хочу пришила бы здесь бы камни сваровский я получила бы работу ту которая соответствует этому рисунку здесь бы действительно было бы очень дорого и богата как говорят народе да вот и и ощущение бы вот этой простоты тактильно когда ты трогаешь этого бы не было можно продавать славянская буса да за тысячу с копейками там тысячу сто или тысячу двести я уже не помню по памяти сколько там я давала за эти наборы и можно вставить допустим набор чешский бисер и пусть он стоит там полторы тысячи семьсот я не знаю сколько можно накинуть на тот чешский бисер потому что здесь 15 номеров камень конечно человек может сам заменить какие хочет но человек заплатит за работу за чешский бисер и потраченное время которое он потратил на эту работу не будет зря результат будет на сто процентов здесь мне нравится работа мне нравится ткань мне нравились значки более менее ну немножечко путаница была но это в процессе все исправимо допустим у китайцев вот здесь бисер на самом слонике полупрозрачный вот так вот он выглядит вот он полупрозрачный я бы подбирала бы бисер я бы сюда бы выбрала такое знаете туманное серебристо фиолетовый для того чтобы знаете когда уж вот на закате солнце слоны они почти такие фиолетовые серо фиолетовый оттенок чуть чуть даже не матовая немножечко с проблеском закрашены сверху было бы более слон был бы более выразительный был бы немножечко поестественнее здесь за счет того что он такой полупрозрачный немножко простит слона тем более вот уши у него да у него здесь всегда все более темное да вот тут же тут же все светлое это мое личное видение здесь вот этот бисер меня немножечко порадовал потому что он да он похож немножечко на жемчуг действительно украшает бивни и слонов вот этот бисер меня разочаровывал просто ужаснейший разочаровывал посмотрите насколько он тонюсенький я не думаю что чешский бисер бывает таким я его вот вот здесь посмотрите какие они тонкие значки конкретно сделаны я так понимаю для более широкого бисера и здесь вот между ними есть пространство здесь в этом месте когда я приступила только к зашивке я попыталась вот в этих частях вот здесь и вот здесь чистить то есть как бы если значок нарисован вот так то я пыталась между ними то есть чистить бисером во-первых это сложно потому что линия уже начинает плясать из-за того что сам бисер по себе не есть ровный и когда я приступала именно к отшиву конкретно вот этим цветом он меня разочаровывал ужасно здесь уже ничего не распороть потому что строчки идут ты сразу задействуешь ты идешь всеми такими дорожками и там все перепутано я даже и не задумывался о том чтобы это распороть и поменять но возможно производитель так и предусмотрел чтобы вот этот рог изобилия был как черточками сделан возможно но все-таки если он был бы более пузатый такой же по цвету но более ровный я думаю что смотрелось более более хорошо более качественно вот этот бисер довольно таки неплохой вот эти перышки мне понравились и на ракушке он такой пузатенький хороший но согласитесь когда ты вышиваешь картину тебе хочется чтобы бисер был весь одного размера это по поводу материалов и камни камни я уже пришила такие какие есть нитка у меня была вся белая я не стала покупать зеленую синюю конкретно для того чтобы пришить эти камни простой ниткой я не стала потому что все-таки это будет сумка и будет трепаться он может отшиться и на этих местах где были белые нитки я закрасила немножечко фломастером здесь зеленый здесь синий чтобы не было видно здесь вот красным я закрашивала для того чтобы не было видно этой белой нитки ну так хотя бы работа мне в основном в общем нравится ну на 95 процентов только из-за того что здесь такой материал я бы не пожалела бы денег и заплатила бы за чешский бисер и эту работу набор бы купила бы с чешским бисером и даже камни я бы заменила на сваровские как уже сказала для того чтобы работа смотрелась качественно сам рисунок мне очень нравится я бы предложила производителю если у него такие хорошие рисунки даже та же венеция замечательная можно просто производить схемы как другие производители сейчас в украине делают пишут номера прециоза существуют мастера которые сидят подбирают там цвет здесь же тоже они подбирали оттенки почему бы не поставить номера прециоза мне кажется по палитре проще одно единственное я думаю что они усмотрели тот момент что людям дорого покупать с чешским бисером и они вставляют в Китай но если вы производите пишите на оборотной стороне что это Китай для того чтобы человек понимал что этот материал и если ты будешь тратить время ты будешь знать какой ты получишь результат я уже купила ткань для этой сумочки она вот такого приблизительно оттенка уже продумываю как выполнять скорее всего что куплю более жесткий флизелин для сумок более толстый обязательно покажу работу законченную там я буду только говорить о том как я пошила покажу ее не буду уже останавливаться на работе кто желает вышивать такие наборы имейте ввиду что качество ткани отличное значков хорошее нитки супер иголочка входит сюда тоже кстати хорошая я думаю что я просто эту иголку куда-то убрала поэтому я ее не нашла там тактильно тоже как бы приятно но конечно был бы чешский бисер это было бы более красиво я думаю что он бы блестел бы лучше да вот золотые бы они блеск был бы немножечко другой эти бензиновые немножко вот работа в общем как бы нравится посмотрим как получится в сумочке вот этот бисер я его упаковывала когда я дошивала я уже вот смотрела на вот этот вот коричневый он у меня кстати где-то остался я такая думаю я вот сейчас закончу прямо свой органайзер с бисером высыплю в мусор зачем мне хранить китайский бисер я уже закончила работу посмотрела думаю ну вот этот может быть где-нибудь на пинхипы пришить этот вроде красивый ну ладно тоже может быть на какие-то безделушки этот черный вообще настолько тонкий ну узенький вот знаете вот есть такой еще рис такой узкий я его называю рис теляга вот такой же бисер бисер теляга вот ну и я думаю ладно запакую посмотрю и действительно если он китайский то смысл его хранить я взяла сделала еще эксперимент наколола на булавку этот бисер и наколола рядом чешский и подожгла то есть они оба стеклянные но понимаете что размеры у чешского они более стандартные они работают над этим много лет над своим качеством и опыта у них больше и у чешского бисера я думаю что все таки формат ну как бы размер он более идеальный и серединка сама идеальная поэтому краска сползла когда я поджигала осталось стеклышко она прикипела к иголке я думала что это пластик думаю сейчас проверю ну то есть это тоже как бы стекло но все таки знаете у китайцев тоже есть металл но металл на наш отечественный металл и китайский металл ножи допустим да если покупать большая разница потому что сплавы разные также и здесь я думаю что сплав стекла немножечко другой ну это мои как бы мысли об этом ну вот я вам показала свою работу рассказала о наборе обзор сделала на набор следующей работы я ее буду планирую вот даже не знаю отшивала эту и думаю все вот то я точно возьму и весь бисер поменяю на чешский однозначно потом я открыла и посмотрела ну думаю цвета и здесь в принципе бисера прилично номеров то у меня нет палитры у меня чешской нет поэтому как это подбирать я так думаю что это нужно будет брать пакетик идти в магазин и смотреть по номеру и хотя бы 1-2 посмотреть какой здесь тоже я вот где-то увидела опять этот бисер тонкий стиляга или как он там называю черный тот какой-то страшненький вот думаю что вот заменю которые более-менее тонкие на чешский и эту работу скорее всего что буду не знаю может быть посмотрю этим или или возьму все-таки чешский я еще об этом подумаю потому что нужно полностью подбирать в магазине номера вот этого бисера ну я думаю что сняла видео специально чтобы потом еще самой пересмотреть потому что я забываю практически все свои работы которые я выполняю и для себя и для вас кому будет полезно на этом я с вами прощаюсь всем до новых встреч до новых работ пока